Как вырастить хороший урожай огурцов? Огурчики выращиваются практически на каждом огороде. Их употребляют свежими, солят или консервируют. Как любая культура, они имеют свои особенности в агротехнике. Изучив их, станет понятно, как получить на даче хороший урожай огурцов. Подготовка и выбор места для посадки. Чтобы собрать большое урожай огурцов, важно позаботиться о выборе хорошего места для размещения культуры. Огурцы лучше будут расти после картофеля, томатов, бобовых культур, перца и капусты. Их не рекомендуется сажать после других тыквенных культур раньше, чем через 5 лет, так как родственные культуры обедняют почву, используя микроэлементы, необходимые для получения богатого урожая огурцов. При выборе места посадки придерживаются требований, участок должен иметь хорошее освещение, нельзя допускать, чтобы грядки были затенены деревьями или постройками. Место должно быть защищено от ветров. Для защиты огуречной грядки от ветра рядом можно посадить высокие растения, кукурузу, подсолнечник и другие. Важны размеры участка. Расстояние между кустами должно быть не меньше 50 сантиметров, чтобы обеспечить свободный рост. Если участок маленький, огурцы лучше разместить в шахматном порядке. Как вырастить хороший урожай огурцов? Подготовка грунта к посадке. Подготовку почвы начинают с осени. Для обогащения почвы вносят 5 килограмм навоза и 30 грамм калийно-фосфорных удобрений на 1 кВт. Метр. Затем почву хорошо перекапывают на глубину до 40 сантиметров. Совет. Кислотность почвы можно уравновесить внесением золы или извести из расчета 200 грамм на 1 кВт. Метр. С наступлением весной почвы снова перекапывают, добавляя на 1 кВт. Метр. 3 килограмма перегноя и 50 грамм минеральных удобрений. Если осень и почва не была подготовлена, во время весенней перекопки вносят увеличенное количество перегноя. Если перегноя недостаточно для удобрения всего участка, его добавляют непосредственно в лунки для посадки. Посадка культуры. Как можно ускорить плодоношение огурцов? Выращивать осаду. При ее высадке на постоянное место урожая поспеет на 2-4 недели раньше, чем при обычной посадке. Подготовка семян для высадки для посева используют только полновесные семена. Затем их необходимо прогреть. Для этого семена выдерживают возле отопительных приборов около месяца. Оптимальная температура для прогревания плюс 25 градусов. На заметку, прогревание увеличивает количество всходов, ускоряет плодоношение и уменьшает количество пустоцветов. Затем проводят обеззараживание семян. Их нужно замочить в слабом растворе марганцовки или настойке чеснока на полчаса, затем промыть. Завернутые в ткань семена выдерживают 12 часов отопительной смеси из 1 литра воды, 1 чайная ложка золы и такого же количества нитрофоски. После замачивания семена промывают, помещают во влажный материал и оставляют набухать в течение двух суток при температуре плюс 20 градусов. Замачивание семян огурцов важно. Семена должны немного проклюнуться, а не прорасти. Огуречные семена перед высадкой помещают в холодильник на 24 часа. Подготовительные мероприятия не проводят с семенами гибридов, так как они уже обработаны производителем. Выращивание рассады на рассаду семена высеивают в апреле. Рассаду сажают в невысокие 12-сантиметровые емкости. Для приготовления почвы смешивают древесные опилки, перегной и торф в пропорции 1-2-2. На 10 литров полученной смеси добавляют по 2 столовые ложки золы и нитрофоски. В емкость закладывается по одной проращенной семечке на глубину 1 сантиметр. Поливать рассаду необходимо 1 раз в 7 дней. В фазе 2 настоящих листочков проводят подкормку нитрофоской или нитрофоской. На литр теплой воды расходуют 1 чайную ложку удобрения. Высаживают рассаду на постоянное место через месяц. Высаживание рассады и посев огурца в грядка для высадки должна быть выкопана за сутки. Рекомендуется пролить ее горячей водой, в которой растворена 1 ложка медного купороса. На 1 квадратный метр понадобится 3 литра раствора. Перед высадкой рассады в грядке делают лунки. Расстояние между лунками должно составлять не меньше 50 сантиметров, глубина – 4 сантиметра. В подготовленные лунки кладут по несколько семян или помещают рассаду. При высадке огурцов в фарник или под укрытие придерживаются следующих требований. Температура в теплице не должна опускаться ниже плюс 18 градусов. Понижение температуры приведет к остановке роста растений. Необходимо поддерживать высокую влажность – 80-85%. Для поддержания высокой влажности в теплице, например, из поликарбоната, ставят пару больших металлических бочек на разных концах сооружения. Емкости наполняя водой, нагреваясь в дневные часы, вода испаряется и создает необходимый уровень влажности. В ночные часы бочки отдают тепло, поддерживают теплую температуру воздуха. Обратите внимание, чтобы зимой получать огурцы в теплице, воздух в ней не должен быть пересушенным. Уход за огуречными грядками Грядки необходимо держать в чистоте и тщательно удалять все сорняки. Первые три недели маленькие кусты нуждаются в рыхлении на глубину 3 см. Выращивание огурцов рассадным методом важно. Процедуру рыхления проводят аккуратно, стараясь не повредить слабую корневую систему. Когда кустики подрастут, процедуру рыхления проводят каждую неделю. Огурцы необходимо регулярно подвязывать. Также делают прищепивание главного стебля после появления седьмого листочка. Это позволит растению пустить больше боковых побегов и увеличить количество урожая. Стимулирует увеличение урожайности и своевременный сбор плодов. Рекомендуют собирать огурцы не реже трех раз в неделю. Полив растения любит влагу, поэтому на вопрос о том, как вырастить хороший урожай огурцов, следует ответить, обеспечив хороший полив. Поливать лучше теплой водой. До начала цветения огурцы поливают каждые семь дней, а период созревания плодов время между поливами сокращают до трех дней. Важно, чтобы улучшить попадание влаги к корням, проводят рыхление необычным способом. В земле между кустами вилами делают проколы вилами. Культура не любит сильный напор воды. Он может размыть корни и попасть на листья, вызвав ожоги. Подкормка в теплице и в открытом грунте для подкормки используют комплексы минеральных и органических удобрений. Удобрять огурцы для повышения урожая нужно не менее пяти раз за период выращивания. Первую подкормку делают в начале цветения. Для этого в десяти литрах воды растворяют сульфат калия, суперфосфат и мочевину по пять грамм. В полученную смесь добавляют стакан густого коровяка или 30 грамм гумата натрия. Когда кусты начинают плодоносить, подкормку делают из одной столовой ложки нитрофоски и одного стакана густого коровяка, разведенных на 10 литров воды. Для следующих удобрений используют раствор из 10 литров воды, 5 грамм сульфата калия и пол-литра коровяка. Расход раствора составляет 5 литров на 1 кВ. М. Заменить коровяк можно натуральными гуминовыми удобрениями, например плодородие, идеал. Борьба с вредителями и болезнями. Своевременное обнаружение первых признаков заболеваний позволяет принять необходимые меры для спасения растений и урожая. Пироноспороз на огурцах Огурцы часто подвергаются грибковым заболеваниям – кладоспориус. Характеризуется появлением темных пятен на листьях. Плоды становятся кривыми и приобретают темный оттенок, их рост прекращается. Для лечения используют бензимидозоловые препараты. Мучнистая роса Первый признак – на листьях появляется белый налет, после чего растение увядает. Причиной появления мучнистой росы являются сорняки на грядке. Лечение проводят фунгицидами. Пироноспороз Проявляется в виде желтых пятен на листьях, которые приводят к усыханию растения. Лечат пироноспороз фунгицидами Дополнительная информация Семена, собранные с переболевших пироноспорозом растений, нуждаются в дополнительной предпосевной обработке в марганцевом растворе. Извредители огурцам угрожают паутинные клещи белокрылка. Для лечения профилактики используют инсектициды, а в период созревания плодов растения обрабатывают мыльным раствором. Профилактика заболеваний Вредители огурцов Чтобы отпугнуть вредителей, между грядками высаживают чеснок, базилик, укроп или горчицу. Каждый год следует менять место посадки огурцов и вносить комплекс минеральных и органических удобрений. Нужно соблюдать севооборот. Огурцы не сажают после тыквенных культур. Дезинфекция почвы Профилактика Атак паутинного клеща Муравьев и белокрылки В тепличных сооружениях регулярно открывают окна, чтобы создать дополнительную вентиляцию между растениями. В качестве профилактики кусты обрабатывают раствором карбофоса каждые 5 дней. Обработка огурцов Зеленка и йодом Секреты увеличения урожая огурцов Чтобы весной земля быстрее прогрелась, ее следует накрывать черным материалом. Защитить огурца от холода может небольшой парник или тоннель из дуг. Если для выращивания культуры недостаточно места на участке, ее можно посадить в бочки. Для такой посадки используют сорта, которые имеют сильную плетистость. Выращивание огурцов на шпалерах облегчит уход и сбор овощей, а также сэкономит место в огороде. Полив лучше осуществлять рано утром. К вечеру земля перегревается, холодная вода может повредить корни растений. Самый большой урожай можно получить в начале и в конце лета. Поскольку огурцам для хорошего роста требуется всего 12 часов светового дня. Важно проводить окучивание огурцов, чтобы растения могли развивать дополнительные корни, а также создавать защиту стебля от грибка. Чтобы увеличить образование женских цветков, перед началом цветения сокращают полив. Куст активизирует рост цветов, чтобы избежать гибели. Опытные огородники советуют удалять самые первые завязи. В момент их образования растения имеют неокрепшую корневую систему, поэтому после процедуры направят силы на укрепление куста. Выращивание огурцов – непростое занятие. Но при правильном подходе к агротехнике можно выращивать огурцы в теплице, парнике, в открытом грунте и даже на балконе или на окне в доме. Чтобы повысить количество плодов, следует обращать внимание на урожайные гибриды, знать, когда растения необходимо полить и подкормить. Тогда огуречные кусты порадуют богатым и вкусным урожаем.